Прошло 15 лет, но франшиза не стареет. Время больше не властно над колдой. Страдания продолжаются. Активижн просрались с этим прошлого, настоящего и будущего. Надежды больше нет. Должен вернуться назад в прошлое. Я скажу сразу, что все то, что я говорил о Call of Duty ранее, это был бред. Прошло много времени, я осознал свою ошибку и прошу вас о ней мне не напоминать. Во-первых, у меня уже претензия к сюжету. Это опять мировая война. Неужели нельзя сделать сюжет на реальных событиях? Я долгое время защищал Call of Duty, потому что Black Ops 2 это был мой первый next-gen шутер после Counter-Strike. И я не понимал, почему все так гонят на игру. Она вроде неплохая. Говорят про какой-то движок. Долгое время игры в мультиплеер я просто взбесился и выбросил диск. Если сюжет очень и очень классный, то мультиплеер, а для меня он главный, угробили ужасно мелкие карты. Я был слишком зомбированный, позволял себе нести чушь, в духе колдал лучше Battlefield. Как люди до сих пор покупают Call of Duty с ее милипиздрявыми картишками, если на рынке есть такой гигант, как Battlefield 4? Если в следующей части мультиплеер будет 5 на 5 с кучей несуразной, несуществующей в реальной технике, это просто финита. Современная война себя и жила именно в колде. Даже сам... О боже, я подумал, что это я. Нет, это не я. Говорил, что Black Ops 2 ему понравилось только из-за будущей. Добавил, что если серия не хочет останавливаться на одном месте, то надо возвращаться в прошлое. Ей бы уводили в далекое будущее. Вот, по-моему, он все правильно пишет. Тупо придираться к тому, что это будущее и то, что это маленькие карты. Блин, можно придираться к Counter-Strike, что это маленькие карты. Но, с другой стороны, он хотя бы не придирается к движку. Хотя он теперь придирается к графону. Хотя, по-моему, это то же самое. Респаун... Вот здесь он жалуется на респаун. Но мне кажется, что он тупо зависал в каком-нибудь свободной игре, каждый за себя. Где, естественно, могут распаунтаться за спиной, когда играет каждый за себя 8 человек. Это типа окей для данного режима. Если бы такой был в командном бою, тогда бы да. Это было бы тупо. Ну да ладно. В общем, видео о 2 мая 2017 года. И знаете, не самый его ужасный ролик на тот момент. В принципе, я считаю, на тот момент, когда он начинал свою деятельность... Не знаю. Типа, у него ничего такого особо не было. Я такой, а чем я хуже? Я тоже так могу. Я тоже могу записывать видосы. И одним из таких видосов будет моя история по Call of Duty от Advanced Warfare до самой первой части. Но сразу говорю, почему я решил начать именно с Advanced Warfare. Потому что Black Ops 3 все еще актуален. Все люди играют. Сейчас скидка пизда. Всем все хорошо. Поэтому не уже ничего такого. Все ролики, да, на теме будут больше такие по ностальгии. И сегодня я подключил геймпад к моему ПК. Все мои игры в данной рубрике будут играть на ПК. Потому что я консольщиком встал как раз-таки в момент выхода на Advanced Warfare. Я как раз-таки основную часть играл именно на консоли. Я купил аккаунт. Буквально за 350 рублей я получил мало того, что английскую версию, где были нормальные шрифты, где была хорошая озвучка. Так там еще и были все DLC. Но не это самое главное. Именно в этот момент, когда я играл в Advanced Warfare на консоли, я понял то, что Call of Duty это действительно консольная игра. А если в World of War 2... В World of War 2, блядь. Короче, следующая колдая. Если не выйдет на ПК, то я ни хрена не удивлюсь. Я скажу, что это было абсолютно правильное решение. И типа... Я думаю, вы скоро поймете, потому что я еще быстренько пробегусь по... Оценкам этой игры в стиме. Как можете заметить, я наиграл всего ничего на ПК-версии. У меня 37 уровень. Какие-то... Блин, тут был шмот. Тут можно было из ящика штанишки себе купить. Перчаточки. Ботиночки, блин. Я понимаю, почему это колдуни так серьезно относились, как к остальным. Вот как раз таки из таких странных костюмов. Помню, там были какие-то костюмы клоунов, там еще что-то такое. Я, конечно, понимаю то, что это вроде бы... Наемники, они деваются во все, что хотят. Но, блин, это все равно выглядело тупо. И, как мне кажется, вот это вторая часть, где... Большинство игроков начал думать, что что-то идет не так. Но мне понравилось после ГОСТа. Я считаю, что это была прекрасная колда. После ГОСТа вообще много чем может понравиться. И экзо при шкиву именно в данной форме, когда еще до того, как вышел Black Ops 3, мне казались просто охренительные идеи. Я пойду играть в мультиплеер против пикарей на геймпаде. Не знаю, что получится. Надеюсь, мне будет не очень больно. Так, у нас есть KF-5, который на самом деле MP5. У нас есть KF-1, который на самом деле мини-узи. А с KF-1, который, я так понимаю, переделанный Томпсон. Ну, вы поняли. 58% положительных отзывов. И вы удивляетесь, почему Call of Duty на ПК просто не заходит людям. Коллекция Call of Duty по цене смартфона. Блин, вот самая главная проблема всех этих отзывов в Стиме. 0,5 часов в игре. Что он там поиграл? Да ни хрена он не поиграл. Давайте посмотрим, во что же он играет в обычной жизни. Зачем ему колда? Прицел, за который надо платить. О боже, нет, нет, не надо. Где мои ящики-то? В ящиках выпадает одежда, окей. Ну, класс, я вроде бы настроил. Давайте пойдем. Найдется ли вообще какие-нибудь матчи? О! Придется попрыгать на крестик. Понимать. В принципе, прыжки вот здесь мне нравились. До того момента, как вышел Black Ops 3, где прыжки, наверное, были самые качественные. Самые интересные. Бля, да серьезно? Окей, давайте откроем ящики! Что это за ебанина? Ой, этот маленький детроид что-то меня тоже немного подбешивал в свое время. Что? Бля, что они так сприцеливали в этой игре? В смысле? Я только что играл в ВВ и Black Ops 3. Тут что-то по-другому. О боже, да неужели. Ой, да ладно. Едра баши. Что это за проделка? Ван дер Буз? В смысле? Кто, блядь? Идите, блядь. Отлично. Очередной карпэкэдж и... Спецназ. На это наколенник? Да, тут потные чуваки играют. Особенно я. Очень потные. Играл в игру все хорошо, на следующий день она отказалась запускаться. Что это такое? И почему теперь только Golden Digital за 2,6к рубочков? Кстати, да. Прекрасная цена для ПК-игры. За такую-то игру. Вообще, блин, платить столько денег за ПК-игры, пиздец, на самом деле. Уже привык к цене за 1000 рублей, 600 рублей. 2 600, ну, блин. Не гарантирует хорошую оптимизацию, не факт, что она у тебя запустится, вот это все, ну, блин. Такая карта, на самом деле. Я помню Defender у меня на ПК проседал FPS, когда эти волны начинались, и вообще карта была большой. И не погружалась нормально. Вот к чему я говорю, потому что на ПК Cloud Duty всегда плохо работал. Да и управление не очень ПК-шное. Управление? Серьезно, я чувствую управление, что оно как будто более ватное. Я не пытаюсь найти сейчас отмазку, но, блин. Неужели настолько все было плохо? Настолько неудобная была игра. Ебать. Он что, на инвалидном кресле, что ли, летал? Или что это было? Что это было? Что это было? Так, неплохо. Да, нормасик. Блять, это реально какой-то инвалидный... Там вообще была отдача? Что? Твою мать. Управление, на самом деле, очень отвратительно. Я играю 2-8. Та ладно, не убил. Ага, щит. Пососи. Пососи мой щит. Щит! Ой, ложится, господи. Господи, такая игра, где надо прыгать и ложаться. Ну, блядь. Какое было у меня странное детство 3 года назад, когда я играл в такую хрень. Ну, это не детство, конечно. А, это враг. Фак. Вражеский сагайщик. Что? Я только купил игру, скачал, запустил. 20 фпс, и это на i7 GTX 1070. Без комментариев. А, точно. В меню 9 фпс. Вот объясните, зачем человеку, играющий в Counter-Strike GTX 1070? Блин, игра такой говно, на самом деле. Блокопс 3 гораздо пиже был. Я помню, вот самое главное, что я вспомнил. Первый матч бета Блокопс 3, когда я сыграл просто отвратительно со счетом 1-10, и мне это понравилось. После того, как кончилась бета, играть в АВ я просто не мог. Я просто удалил игру. А учитывая, что у меня был аккаунт, я вернуть ее не мог. И до сих пор не жалею. Он умер, пока он перелезал. Отлично. Ну, тут засиживались. Крысили. Нормально, видите, как круто. Только я засчезывался не буду. Ой. Ой, иди, 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 иди. Блядь. Он обижал комнатку. Наш ППЛ активировано. Блядь, ну посмотрите, что это за пиздец. Что это фак? Я понимаю, это уже немного за рамки клунады выходит. Вот почему игру больше обсирали. Если комп у вас говно, выкиньте его в окно, потому что FPS будет мало, что пиздец. Если комп у вас хорош, не ведитесь ни на грош. На те ролики, что в стиме впечатляют очень сильно, после запуска главы, можете поесть халвы. Почитать, сходить в магаз, чаю выпить и не раз. Подойдя с тобой к компу, удивитесь вы тому, что загрузка не спешит, только пусть это не слит. Ф ударить, Ф убить, Ф игру на стим купить. Розовый клоун, блядь. Холли фак. Серьезно? Ты... Впервые вижу эту пушку, честно. Не пошла. Нет. Да я ж нажал на L1. Со всех сторон. Охуеть. Ой, блядь. Блин, сука, мать. Ее, он стоял на месте, я бы убил. Кто-то попади в него, спасибо. Факин амейдинг, просто. Блядь, а хусь на где он? Над вами вражеский БПЛА. Ну, что я могу сказать? Наверное, еще на Биолаве поиграю, я тоже мне эта карта более-менее... Ничего такая. В принципе, мне уже надоело. Серьезно ты. Вот если будут такие же экзопрыжки каким-то невероятным образом еще раз, то я это не куплю, нет. После Black Ops 3 это отвратительно. Но после Гоуста это было прекрасно. В этой игре, я вспомнил, в этой игре еще есть пиздатые экзозомби, но, к сожалению, у меня на ПК не было никаких DLC, и, к сожалению, поиграть мне в них не получится. DLC, DLC-шные зомби мне, кстати, очень нравились. Даже, наверное, больше, чем Black Ops 3. И, не знаю, вот когда ты можешь всех этих зомбий с помощью экзоскелетов, мне кажется, это гораздо интереснее, чем когда ты просто бегаешь по земле, как Black Ops 3, как YVV. Тут, мне кажется, это было позабавнее, повеселее. А что касается сюжета... А, не знаю, что там было. Короче, есть Atlas, который был... который был хорошей организацией, но стал плохой организацией, потому что сын где-то умер. Он умер, когда напала Северная Корея. И, типа, Страж, это как противобойствующая корпорация из Соединенных Штатов спасает мир, вот это все, и в конце Айронс умирает. Странный сюжет. Но, опять же, после Голоса, много чего нам зашло, понравилось. О, блядь. Фак. Сам-то засранец. Прикольно. Я тупо не чувствую попаданий в тело. Заходят какие-то со спины, отреагировать не успеваешь. Что происходит? Тап. Что-то она реально так себе, знаете. Он просто там сидел. Над вами птичка противника. Хуичка, блядь. Пиздос. Что? Блин. Я еще помню, тут как-то некоторое оружие странно прицеливалось. Я до этого играл предварительно. Да как, блядь? Эта игра начинает меня бесить. Очень бесить. То есть, смотрите, вот у него вот такой пулемет. Он нормально мне попадает. А я с прицелом не могу попасть. Что? Что это за меня вообще? Я не понимаю. Я иду. 1-15? Еее, второе убийство за матч. О, точно тут еще часть... Часть дома добавляется. На таком вертолете. Так красиво, но так неинтересно. Так бесполезно. Это хуел, блядь. Это ужасно. Серьезно. Просто ебаная ужасно. Давайте, заканчивать уже матч хватит. Убей меня, убей меня, убей меня. Спасибо. Что я могу сказать по поводу Advanced Warfare? От этих же разработчиков нам стоит ждать Вторую мировую и... Наверное, я все-таки хвалил эту игру только на основе того, что она была после Гоуста. На следующей части я буду играть в Call of Duty Ghost. Посмотрим, как там будет. Посмотрим, как будет чувствоваться Call of Duty Ghost в 2017 году. На этом все. Подписывайтесь, хуисывайтесь, лайкайте, дизлайкайте. У меня скоро еще выйдет обзор по Battlefield 1. Вы скажете, какого хрена обзор Battlefield 1 в апреле? Потому что это мой канал. Делайте все, что хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok